В этих обычных коробках карандашей находятся тысячи персонажей. И сейчас некоторых из них мы выпустим на волю. Смотрите, этот волшебный стол называется мультстанок. Это самый настоящий мультстанок, где снимают самые настоящие мультфильмы. Сколько в нем ярусов? Раз, два, три. Отлично. Смотрите, нижние и средние ярусы нам нужны для того, чтобы выкладывать декорации, которые не двигаются. Три светящихся стеклянных яруса. Наши корреспонденты начинают складывать объемную картинку. Сейчас под их руками будет рождаться мультшедевр. На этом мультстанке мы уже разложили декорации. На нижнем у нас фон, на среднем у нас трава, облачка, солнце. А на самом верхнем у нас то, чтобы сделать 3D, чтобы цветочки и травка. На этом экране мы видим все, что происходит на нашем мультстанке. Ребята, подвиньте, пожалуйста, облака. Готово? Тогда переходим к следующему этапу. Теперь берем в руки карандаш и начинаем рисовать главных героев. Правда, этот карандаш немного большой, можно взять и поменьше. Мы сделали наших героев, пчелок. Чтобы они полетели, нужно их двигать и сфотографировать. Сначала мы делаем кадр, а потом мы двигаем их на миллиметры или на сантиметры. Чтобы картинка ожила, нужно много-много кадров. И не чихать, а то пчелки разлетятся. Сюда пришел кот и сорвал цветок. И сейчас он пытается его съесть. Вот эта рука – это замена. Когда мы снимаем, мы некоторые детали подмениваем. Например, руки у него. У него может согнутая быть, как вот эта. Может прямая быть. Осталось нарисовать и снять титры. А еще поблагодарить Ирину Ворончихину, руководителя студии мультипликации, за помощь в создании сюжета. И смотреть мультфильм, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова